В мире лингвистики кипят нешуточные страсти. Писать А или О, ставить ударение на первый слог или на последний. Сегодня мы узнаем у специалистов. Язык – живая материя, и в нем постоянно происходят различные изменения, трансформации и даже бывают реформы. Но если реформа происходила при Петре I в 1918 году, и некоторые изменения были внесены в 1964, то чем занимаются все остальное время лингвисты и специалисты? Меня зовут Ольга Рябковец, я директор фонда «Тотальный диктант». И «Тотальный диктант», как известно, давно перестал быть мероприятием одного дня. Не просто люди раз в год имеют возможность прийти, проверить свои знания в области русского языка и излечь что-то новое. Но для многих «Тотальный диктант» является такой мотивацией для изучения русского языка, для того чтобы с ним познакомиться ближе, больше о нем узнать. И мы уже много лет делаем разные мероприятия просветительские, посвященные как раз продвижению русского языка, грамотности в России, за рубежом, в разных совершенно городах. И проект «Библиотека грамотности», как раз когда мы его с Ольгой Сусловой продумывали, инициировали, и был таким следствием «Тотального диктанта», потому что мы знаем, что во многих городах часто в библиотеке очень сложно найти качественную современную литературу о языке, о языкознании. И вот такая идея появилась и нашла большой отклик, и, наверное, даже больше, чем мы ожидали от него. И в подборки книг вошли действительно самые лучшие издания о языке современные. Был проведен анализ библиотечных фондов. Сначала 11, но уже 13 регионов в этом году подключились к проекту, и 55 центров грамотности до конца года. До конца мая 2021 года будет открыт, но мы уверен, что этот проект будет продолжаться. И, опять же, очень здорово, что нас поддержали издательство, которое выпускает эту литературу. Какие-то книги мы буквально по личным контактам собирали, вытаскивали, и купить их просто в книжном магазине достаточно сложно, и в библиотеке, и даже частным лицам. Поэтому некоторые книги действительно можно найти только здесь. И, кроме того, у «Тотального диктанта» есть еще и свои издания, которые тоже стали частью коллекции библиотеки грамотности. Я вот, наверное, про два хотела бы рассказать. Первая – это самая свежая книга, называется «100 текстов о языке». Часть первая, скоро будет вторая, я надеюсь, к сентябрю тоже она попадет в центры грамотности. Здесь 54 текста, соответственно, еще 46 ждем. Чем интересна эта книга? Здесь 21 автор – филологи, лингвисты, журналисты, которые ярко, интересны, главное, коротко и понятно рассказывают о языке, о его прошлом, о его современности, о его будущем. Возможно, какие-то прогнозы делают. Это такой сборник статей, который действительно будет интересен каждому – и взрослым, и детям, школьникам, я имею в виду, и поможет действительно быть чуть-чуть ближе к языку, как к богатой системе, которая живет, развивается, изменяется. Еще одна книга «Тотального диктанта» – это книга, которая называется «Эффективная бизнес-коммуникация». Ее авторами стали Ольга Северская и Лариса Селезнева, друзья «Тотального диктанта», эксперты-филологи, научные сотрудники и люди, которые очень много лет проводят разные корпоративные мероприятия именно для бизнес-среды, помогая бизнесу быть грамотнее и эффективнее в плане и устного делового общения, и письменной коммуникации. И вот такую книгу они готовили, здорово, что она вышла в серии «Тотального диктанта». Что интересно, эта книга, с одной стороны, предназначена взрослым людям, которые каждый день либо ведут какие-то совещания, переговоры, пишут деловые письма. С другой стороны, эта книга вызвала большой отклик у старшеклассников, потому что там тот русский язык, на котором мы говорим каждый день. И вот здесь именно сходится и то, что изучается в школе, что кажется немножечко академичным, может быть, где-то закостенелым, и тот русский язык, который нам каждый день нужен для общения и для эффективной коммуникации. Поэтому эта книга, мне кажется, будет полезна и интересна всем, и взрослые могут читать вместе с детьми, и вот найти ее тоже можно будет в центре грамотности. Хотела задать еще такой вопрос. Все-таки «Тотальный диктант» уже не первый год и не первое десятилетие проводится в России. Он как-то трансформируется, изменяется, видоизменяется, улучшается, разрастается географически, и вообще вот что с ним происходит? Один «Тотальный диктант» никогда не похож на другой. Каждый Новый год – это уже новая немного акция, в которой что-то мы додумали, что-то дополнительно привнесли в нее и так далее. Например, в 2021 году впервые по тексту «Тотального диктанта» был снят короткометражный фильм, и все, кто пришел на «Тотальный диктант», еще и были зрителями кинопремьеры. Это тоже такая новинка «Тотального диктанта». Естественно, каждый год растет количество участников, и в этом году оно выросло практически втрое. Опять же, где-то, возможно, благодаря пандемии, потому что онлайн-формат тоже по-новому мы пересмотрели. Ну и во многом благодаря тому, что уже, к счастью, мы возвращаемся к очному формату проведения акции. И так каждый год все новые и новые люди вовлекаются в проведение организации акции, и все больше людей о ней узнает, поэтому количество участников растет. Интереснее становится формат проведения диктанта. И, как я уже сказала, давным-давно «Тотальный диктант» перестал быть мероприятием одного дня, поэтому те просветительские проекты, образовательные проекты, которые мы в течение года реализуем, они тоже становятся, во-первых, их становится больше, во-вторых, они становятся разнообразнее, интереснее, нацеленные на разные аудитории. Это, например, онлайн-курсы, которые можно проходить на сайте «Тотального диктанта». Они не привязаны к акции, это просто курсы по орфографии, пунктуации, истории русского языка. Впервые в этом году со «Старител» мы выпустили, например, аудиокурс русского языка, и тоже его можно прослушать в исполнении Дмитрия Глуховского, например, на «Старителе». Это лектория «Тотального диктанта», разговорная интересная тема о языке и литературе, тоже он ночью проходит в Москве, но в интернете доступны его записи. Это наши онлайн-марафоны, которые мы проводим, это книги, которые мы издаем, это проект, собственно, «Библиотека грамотности», это просветительские экспедиции, вот совсем скоро предстоит нам экспедиция в Узбекистан, и когда чуть улучшится эпид-ситуация, я надеюсь, еще и в Турции такая запланированная экспедиция пройдет, поэтому деятельность фонда «Тотальный диктант» широка и разнообразна. В «Центре грамотности», мне кажется, каждый может найти литературу интересную и полезную именно для себя. Школьники, например, могут найти и те материалы, с которыми можно подготовиться к ЕГЭ, к другим экзаменам, и просто улучшить свои результаты по-русскому в школе, но и при этом узнать что-то действительно интересное, полезное в языке, и может быть не в той форме, в которой это в школе часто проходит. Это, например, не учебник по русскому языку, который по-другому на преподавание русского языка смотрит, это русский язык в катах и так далее, и так далее. Профессиональное сообщество, например, сообщество журналистов, может улучшить свои навыки, используя литературу исправочную, словарную. Это, например, словари правильного ударения, это книги по эффективной коммуникации, по цифровому этикету и так далее. Каждый из нас, на самом деле, говорит на русском языке, пишет деловые тексты, ведет какую-то деловую коммуникацию, поэтому очень много полезной литературы, которая поможет практические навыки обрести доступно здесь каждому. Ну и, конечно же, словари, словари, словари энциклопедии. Это действительно возможность и для семейного досуга, чтобы вместе узнать языке что-то новое, перестать его бояться, и каждый день немного быть грамотнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok